Кулибин из села Большой Игнатово собирает сельскохозяйственную и бытовую технику из металлолома. Замысловатые изобретения, трактор, переделанный из списанного зила, умную тяпку и автомобиль. Ручную работу увидели Татьяна Дюфур и Григорий Денисов. Этот автомобиль Иван Михайлович Забелин собрал сам, из металлолома. Этакий гибрид Аки и мотоциклы. Предыдущий хозяин авто претерпел аварию и хотел было сдать боевую ласточку в утиль. Но Большой Игнатовский Кулибин вдохнул в металл новую жизнь. Вместо водительского кресла – велосипедные сиденья. На дороге чудо-инновации привлекает к себе внимание. Особенно если учесть, что в импровизированной карете спокойно умещаются четыре соседские бабушки. Вот только скорость развивает небольшую. Но, говорит Самоделкин, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Причудливый автомобиль – не единственное изобретение мастера. Этот трактореночек, как ласково его называет сам конструктор, состоит в основном из списанных деталей от автомобиля ГАЗ-51. Задний мост, рулевая и даже коробка. Остальное пилил, вытачивал и варил сам. Говорит, в работе машина – зверь. Вот этот крестой делал я, наем все возил. Кирпичи по 30 штук, прет хоть бы хны, везет. Еще вот был трубогнув один хороший весь, но его взяли у меня на время мент тут один, родня. Вот делать эти всякие, ну, посиделки, вот гнуть всякие, сделит. Его девиз – лень, двигатель прогресса. Не развлечение ради, а удобство для смастерил умную мотыгу, которая лихо срезает сорняки, не повреждая картошку. И даже придумал своему изобретению смешное название. А это вот шмыгал, больно, удобно. Берешь ее вот, вдоль картошки, вдоль рядов идешь, вот так вот. И траву-то. Раньше мотыга тяпали, а я этой минутой пробежал. Вся трава эта, скошена. Говорит, жизнь на селе подвигает к изобретательству, независимо от наличия технического образования. Схемы и чертежи для него – лишняя трата бумаги. Идеи рождаются на ходу, а тестируют новинки методом проб и ошибок. За 40 лет ежедневных испытаний пострадало несколько сотен пар брюк и сандалей. Живем вот уже 40 лет выше, и он все время увлекается железками. Порой ругаюсь, ты грязный, ты рвешь одежду, все об себе вытираешь, и бывает такое. Но все равно потом я уже не стала обращать внимания. Ему нравится, пусть делает. Вон, что меня всегда ругают. Говорят, сколько ты брюк порвал, сколько этих. А сейчас вот этой болгаркой выйду, начну резать, все, посмотришь эти трико насквозь, дырочки. А вот и сама творческая мастерская сельского рукодельника. Именно здесь из того, что простой человек назовет хламом, рождаются его уникальные приспособления. Желание-то есть, а уже годы, 71-й год. Это 70, ну да, 71-й год. И это уже вроде бы охот повозится, вытаешь немножко, повозится. Устаешь уже, все. Вон буфер этот дали, выбросили, он его клепаю сюда, на это накоплю. Вот что выкинуть, я подберу. С годами хобби превратилось в ремесло. В его доме вся техника ручной работы, сделанная на совесть. Не от хорошей жизни в селе роскошь, редкость. А вот умелые руки на вес золота. Часть авторских разработок Иван Михайлович без сожаления продает желающим. Правда, из-за бесценок. Говорит, главное семью прокормить и угодить людям. Татьяна Дюфур, Григорий Денисов. Наши новости. Село Большое Гнатово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова